Уважаемые члены Совета Безопасности, поистине, это мрачные дни, как сказал генеральный секретарь для Сирии и для населения Алеппо в частности. Прошедшая неделя характеризовалась самыми худшими событиями за почти шесть лет этого разрушительного конфликта в Сирии. В начале недели я испытывал сожаление о том, что заседание Международной группы поддержки Сирии не вылилось в результаты, на которые мы надеялись. Итоги были поставлены под вопрос о соглашении между двумя сопредседателями, в которые мы по-прежнему верим, от 9 сентября в Женеве. Это также было поставлено под вопрос. Замысел участвовал в том, чтобы возобновить и концепцию, и осуществление режима прекращения боевых действий. Заседание Международной группы поддержки Сирии произошло на фоне того, как правительство Сирии заявило о наступательной операции в отношении, фактически, в отношении подосады восточного Алеппо. И было два не связанных друг с другом, но в то же время трагических события. Первый – это инцидент в Дейразуре. Второй – это удар по гуманитарной автоколонне. Могу лишь повторить озабоченность Георгия Саря по поводу первого инцидента. Это было признано в качестве трагической ошибки страны Соединенных Штатов. И мы возмущены смертоносным нападением на автоколонну с гуманитарной помощью. Ни один инцидент, неважно, можно его отнести на чьи-то счет или нет, не оправдывая то, что происходит у нас прямо перед глазами. Одновременный всплеск насилия при применении вооруженной силы – это удар по гражданскому населению. Хочу напомнить, что после заявления 9 сентября о соглашении, достигнутом между Соединенными Штатами и Россией, это было сложное соглашение, потребовалось много времени для того, чтобы его заключить, и потребовались многодневные дискуссии, которые продолжались и ночью. И режим прекращения боевых действий, который наступил три дня спустя, все это привело к сокращению насилия. Даже в Алеппо сократилась военная активность. Семьи выходили из своих домов и убежищ для того, чтобы отпраздновать это на улице. Люди стали испытывать осторожный оптимизм. Но по-прежнему продолжались отдельные случаи обстрелов в пределах города и за пределами города. Но, тем не менее, накал был ниже. И 18 сентября возобновились авиаудары по городу Алеппо, когда пять районов были поражены, по сообщениям, пятью крупными авиаударами, когда правительство в одностороннем порядке объявило, что прекращается действие режима, прекращение боевых действий. 18 сентября мы услышали об использовании бочковых бомб при авиаударах в Восточном Алеппо. Хочу напомнить, что 275 тысяч человек в настоящее время там де-факто находятся в условиях осады. Действительно, есть и пределами Алеппо, но они не изолированы, как в Восточном Алеппо. Через несколько минут после объявления правительства наши сотрудники, которые находились в Алеппо, они находились там, поскольку мы их направили туда для того, чтобы помочь с сопровождением грузовиков, которые с Турцией по дороге Костелло должны были дойти до Восточного Алеппо. Они слышали звуки артиллерийских и авиаобстрелов по Алеппо. Как сказал Гранд Секретарь в Совете тогда же, 19 сентября вечером, были ужасающие нападения на гуманитарную автоколонну в Орем-аль-Кубру. 20 гуманитарных работников сирийских погибли и водители, включая руководители группы. 18 из 31 грузовика, которые были четко помечены, были уничтожены. Мы решительно осуждаем этот удар, так же, как и многие члены Совета безопасности. Мы выражали соболезнования и требовали расследования, и виновные в таких деяниях должны быть привлечены к ответственности. С того трагического дня ситуация в Алеппо ухудшается, и новые ужасы имели место в пятницу, имели место авиаудары после объявления о начале наступательной операции правительства. Это объявление было сделано самим правительством, и население в восточном Алеппо не могло даже совершить пятничную молитву. По имеющимся данным, эти удары имели место в пятницу и в субботу, они совершались по жилым постройкам в восточном Алеппо. В результате десятки гражданских лиц погибли, были ранены, включая многих детей. Медики были поражены и были неспособны отреагировать на множество событий. Из четырех центров белых касок в Алеппо были также поражены. Количество жертв увеличивается, и медицинские работники пытаются извлечь людей из-под руин. Даже если удалось смягчить отдельные определенные страдания гражданского населения, тем не менее, совершались удары и по пунктам вооруженной обороны. В силу авиаударов, вот какие у нас есть цифры с пятницы, это 213 погибших в Алеппо, в провинции Алеппо, 139 погибших в восточном Алеппо, 74 погибших в провинции Алеппо, включая десятки женщин и детей. Сколько авиаударов было? Очевидно, у нас нет возможности независимо это подтвердить, но источники на местах говорят нам, что у них больше нет возможности их считать, учитывая хаос в городе Алеппо и учитывая то, что это происходит ночью и при новой интенсивности. Это будет спросить неятно и по количеству, и по масштабу, и по типу бомбардировок. Были сообщения, были видеофрагменты, фотографии в использовании зажигательных бомб, которые ослепительно зажигаются в ночном Алеппо. Сейчас есть противобункерные бомбы, которые являются намного более мощными, чем предыдущие бомбы. Если эти сообщения будут подтверждены, то такие систематические и неизбирательные использования такого оружия в районах, где присутствует городская инфраструктура и проживает городское население, это может быть также если на военному преступлению. Гражданское население во всем городе должно задаться вопросом, а где они могут находиться в безопасности в этом городе-мученике. Мы также слышали, как группа вооружённой оппозиции использует ракеты, начинённые газом. Это, по сути, канистры, начинённые газом, которые разбрасываются по ту сторону линии, и, в результате чего также гибли гражданские лица. Один такой удар поразил школу Амадия в районе Амадии 22 сентября. 19 сентября район в западном Алеппо, погибло однурожское лицо, имеются сообщения о том, что медицинский центр также подвергается ударам, включая сообщения об ударе на корриду скорой помощи в юго-западном Алеппо, в результате чего погибли и медики вновь. Улицы переполнены огромными кусками руин, корриды скорой помощи даже не могут проехать теперь по улицам. Мы уже говорили в начале. 275 тысяч человек, они не могут быть террористами в восточном Алеппо, по сути, находятся в условиях осады почти 20 дней. После закрытия коридора и после того, как дорога Костелло была заблокирована 8 июля, после этого закрытия гуманитарная ситуация обретает еще худшие измерения. По сути, запасы истощаются, всемирная продовольственная программа, которая имеет свои запасы в восточном Алеппо, это только 12 тысяч пайков. Это означает, что это достаточно буквально для 60 тысяч людей из 275 тысяч. И нет никаких перспектив пополнения этих запасов, поскольку две дороги заблокированы. Хлеб доступен только три дня в неделю. Поражаются также и пекарни. Нет достаточно топлива для населения. Это сокращает доступность транспорта. и недостаточно топлива также для бытовых нужд, включая приготовление пищи. Направление автоколонны восточной Алеппо становится трудным после возобновления боевых действий. И 40 автоколонн в 5 часов утра они готовы уже отправиться к нуждающимся вместе с продовольствием, с полноценным пайком для 35 тысяч человек. И еще мука для которой может обслужить в потребности 175 тысяч из 275 тысяч. Но автоколонна не сдвигается с места, поскольку нет никаких достаточных гарантий с любой стороны, должен сказать. и режим прекращения боевых действий сломлен. У нас аргументы от правительства какие-то странные поступают, вдруг они озаботились о водительских удостоверениях, а оппозиция также предлагает странные аргументы и устанавливает невозможные условия с тем, чтобы мы получили гарантии. Кроме того, обе стороны не хотят, чтобы сдвинулся с места этот конвой. У двух миллиардов людей нет теперь доступа к питьевой воде. Две насосные станции, которые обслуживают население и восточного и западного Алеппо 22 сентября насосные станции Араб, которые обслуживают восточную часть города, по сообщениям, была поражена авиаударом. Джейш-Аль-Фатах в качестве акции возмездия отключил воду для полутора миллионов жителей в западной части города. То есть просто нет воды. Это логика око-за-око. потихоньку доставка воды восстанавливается после трудных переговоров, провел ЮНИСЕФ. Однако жители Алеппо по-прежнему с трудностями из-за перерывов в водоснабжении. Вода также значительно загрязнена из-за конфликта и особо изменения населения. Чаще всего дети страдают от эпидемии, заболевания, которые переносятся водой. Подобные заболевания это последнее, что нужно в такой момент. С гуманитарной точки зрения что еще происходит? Мы хотели бы что попросить у Совета безопасности? Во-первых, потребовать прекращения насилия и обеспечения защиты горожанского населения, горожанской инфраструктуры. Второе, необходимы паузы в 48 часов боевых действий для того, чтобы ООН и ее партнеры были в состоянии попасть в Восточную Алеппу без предварительных условий ни со стороны правительства, ни со стороны оппозиции. И третье, необходимо требовать проведения медицинской эвакуации. Есть несколько таких случаев в крайних случаях, которые имеют место в Восточном Алеппу сейчас. Сейчас, господин председатель, возвращаюсь к оперативной военной обстановке. Несколько сообщений имеется, и правительство объявило о готовности захватить весь город Алеппо вскоре после соглашения 9 сентября, сразу после этого. Соглашение было объявлено в Женееве 9 сентября, ближе к полуночи между Россией и Соединёнными Штатами. И президент Асад побывал и увидел сам то, что осталось от Арэма, и он завел о своей готовности освободить каждый квадратный дюйм Сирии. И, таким образом, правительственные и проправительственные силы завелят о том, что они, я цитирую, намерены искоренить террористов без жертв гражданского населения. Конец цитаты. Они обещали сохранить коридор для того, чтобы боевики могли покинуть Восточную Алеппо. Однако, что мы видим? Гражданские лица гибнут и гибнут в огромном количестве. В последние дни были крупные боесолкновения на нескольких линиях в Рик-Саиде, Старом Алеппо, Рамуси и Хамадии. Вчера правительственные силы объявили, что 100 районов на севере города захватили. Однако, эти утверждения опровергаются оппозицией. В любом случае, имели место крупные боесолкновения. Есть противоречивые сообщения от оппозиции в отношении отдельных операций Шпат-Ан-Усра и других формирований. По большей части, в Шмар-Ан-Усра действует Ан-Усра. Кроме того, преднамеренно огневые точки устанавливаются вблизи бытовой и гражданской инфраструктуры, в том числе инфраструктуры водоснабжения. Какая есть константа в этом непредсказуемом крупополитном конфликте? Ни одна сторона, ни одна из сторон не может выиграть, и в любом случае проиграет, и в любом случае проиграет сирийское население, которое теряет жизни каждый день. Если сирийское правительство действительно настроено на то, чтобы полностью установить контроль над Алеппой, это военный анализ, который проводят более компетентные эксперты, чем мы. Это будут сложные бои за каждую улицу, за каждый угол, который будет длиться в течение многих лет. Старый город будет разрушен полностью перед лицом таких иллюзий близкой победы. Я должен повторить самую очевидную истину, но, похоже, эта истина так и не находит своего воплощения. Так называемая военная победа в Сирии просто невозможна, в том числе в Алеппо. Госпожа председатель, сирийцы со всех сторон по-прежнему требует возобновления режима прекращения огня и выхода на политическое решение, но их доверие сломлено. Тогда, 9 сентября, в Женеве, я помню, как Сергей Лавров и Джон Керри испытывали забоченность по этому поводу, они сказали, что мы не можем продолжать делать заявления, которые не вливаются ни во что, ни в какие действия. Ну, я как наивный функционер ООН думал, что они верили в то, что говорили. Действительно, они вели тяжелые переговоры по каждой запятой, поскольку они хотели, чтобы это сработало. Но, откровенно говоря, международное сообщество и сирийцы быстро теряют все остатки надежды, и международное сообщество просто теряют свой авторитет в глазах сторон, если мы не сохраним то, что уже было согласовано. Крошечное окно возможностей, дорогие друзья, по-прежнему существует, и мы хотим верить в то, что поистине оно есть. Российская Федерация и США могли бы все-таки помочь сирийцам всему региону отойти от края бездны многолетнего конфликта, который может усугубиться. В среду я выступал в Совете Безопасности и рассказывал о том, как генеральный секретарь поручил мне представить рамочные предложения странам в качестве отправной точки для переговоров и возобновления переговоров в соответствии с просьбой сопредседателей международной группы поддержки Сирии. Я готов это сделать, но МГПС и сопредседатели и Союз Безопасности важное замечание в четверг МГПС сделал министр страны Китая. Он сказал «Союз Безопасности несет ответственность за то, чтобы обеспечить возобновление режима прекращения боевых действий без промедления и обеспечить осуществление этого соглашения, несмотря на все риски и трудности». Мы все знаем, что этот конфликт невозможно урегулировать путем переговоров без помощи сопредседателей и всего региона. Поэтому я прошу, я настоятельно призываю пройти этот дополнительный путь, предложить дополнительные усилия для того, чтобы спасти это соглашение 9 сентября. Даже в последний момент все-таки это соглашение является не только фундаментом для возновления переговоров, это также более широкий рамочный механизм для борьбы с терроризмом, нет никаких сомнений в этом, мы все с этим согласны, и для выхода всего региона из конфликта. И это может подкрепить усилия самой Сирии, поскольку она является участницей этого соглашения. Я призываю стороны все-таки разработать общий курс действий для того, чтобы обеспечить действие режима прекращения боевых действий в Сирии. Я по-прежнему убежден в том, что мы можем обратить спять этот ход событий. Мы это доказывали неоднократно, мы уже продвинутся далеко вперед, и мы не можем допустить краха таких небольших достижений под руинами в Алеппо. Меня многие спрашивают, господин Домистура, почему вы не уходите в отставку на этом этапе? Все это ни к чему не ведет, и это направит мощный сигнал. Я отвечаю нет, я не ухожу в отставку, потому что если есть хотя бы, если будет хоть один признак того, что я ухожу, это станет сигналом того, что международное сообщество бросает сирийцев, а ООН никогда не бросит сирийцев, вы не бросите сирийцев. Это станет предметом новостей в течение пяти минут, и мы не можем допустить, чтобы сирийцев и международное сообщество готово их подвести. Благодарю вас. Я благодарю господину Домистуру за его брифинг. Сейчас я проставляю слово членам Совета России.